Перед правым защитником он отвечает за центр поля и за атаку. Анюков. Он также на правой фланге и делает прорыв. Входит в штрафную. Повздоль ворот. Срезка. Вот. После таких прострелов бывает и автогол. Первый угловой. Еще один будет угловой. Второй. Ащук. Анюков. Аршавин. Уходит от опекуна. Подходит к штрафной площадке. Пас. Погребняку надо бить. И удар состоялся без замаха. Угловой. Третий угловой. Погребняк. Хорошая игра в одно касание. Анюков угла. Штрафной. Пас. Штрафную. Пас. Аршавин. Рукой сыграл. Играть на контратаках. Главное закрыть свои ворота. Зону перед воротами. Вне игры нет. Выход один на один. Погребняк. И. Вне игры не было. Все в пределах правил. Ну в чем ошибка Павла Погребняка. Вот видите вот здесь вот блондин вот этот правый защитник. Можно было уходить от вратаря направо. Он решил сразу пробить. Да. Не повезло. Ну скорее не хватило мастерства. Защитники. Выстраиваются перед своей штрафной. Закрывая зоны. Адлер. Клюге. Райнхарт. Шкартел неудачно отбил. Угловой. Анюков. Аршавин. Погребняк. Анюков. Он угла штрафной. И бьет. Может быть поторопился. Аут. Мисимович делает передачу. Еле успел напугать сейчас Минтал. Минтал был на вот этой. Смотрите как он позицию точно занимает. Успел все-таки напугать его Зырянов. Хотя опаздывал. Да. Надо быть очень внимательным зенитовским игрокам обороны. Сейчас Дик Адвокат кликнул, чтобы Ширл играл в вожде 24-го номера. Ох, как опасно может быть. Удар. Ох, какой гол, а. Был рикошет. И казалось, что Чертофальский отобьет этот мяч. Но Харистес сильно пробив. И мяч таким винтом. Ну, давайте еще раз посмотрим. Успел подставить ногу Ломберц. Да. Таким винтом опускался сейчас, что не смог. Ладошкой. Надо было кулачком. 0-1. Зенит проигрывает. Ну, вот мы и чувствовали. Видите, говорил я о том, что надо быть очень внимательным. Это первый удар в створ ворот, потому что когда по Гребняк пробивал, уже не попал в ворота. Зырянов. Аршавин. Аршавин. Удар. Еще удар. И мяч опускается на сетку с другой стороны. Обязан был Аршавин-то забивать. Обязан был, особенно вторым касанием. Никто не мешал. А все защитники там, Зенитов. Штрафной. Удар от ворот. Да нет же, угловой был. Ну, не прав, судья. Уже не Ширл. Тимащук. Удар. Еще один угловой. Ах, если бы увидел Тимащук, что рядом Аршавин. Ему можно было отдать мяч. Восьмой угловой. Восьмой угловой. 0-1. Зенит проигрывает. Вот видите, Аршавин застоял. И мяч попадает. Ну, почти та же ситуация, что была у Чинтофальски, да? Только здесь вратарь все-таки перекинул мяч. Смотрите, как Аршавин закрутил в дальний верхний угол. Домингес. Погрустнил Дикадвокат. Ох, как! Домингес сейчас пробил. Ну, теперь повороты надо бить. Ширл. Удар. Погребняк. Ну, запить же надо. Да. А затем нападение на вратаря. И Ширл. Смотрите, как хорошо пробивает. Ну, и что? Да, правая нога чужая. Вот он. Это, понимаете, вот у футболистов все-таки. Должны быть... Надо уметь, если ты левша, то и правой забивать. Ким вошел в штрафную. Удар в дальний угол. Ох, и мяч летел в самый дальний туда угол. Под штангу. Но какие моменты у Зенита. Зенит превосходит по моментам по колевым. Ну, надо, надо дотовить. В этом первом тайме, пока Зенит проигрывает 0-1. Ну, кто бьет? Погребняк. Да. Удар. И кто добьет? Да что же это такое, что заколдовали ворота, но вне игры. Заколд... Как бы ким сейчас. Но в связи с тем, что вратарь отбивает, уже надо зенитовцам делать. Надо поправку. Ожидать, что он отобьет мяч. 30 метров до ворот. Тимощук готовится пробить. Удар выше ворот. Хорошая футбольная атмосфера на стадионе. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим вот здесь. Ну, смотрите. Тут не хватило опыта Чентафальски. Вот видите, он пытался пальцами. А вот мяч так крутился, что пальцами не отбить. Кулачком бы, да? Но такие вещи... Конечно, это очень сложный мяч. Казалось бы, что это простой, но сложный. И все-таки он мяч этот вратаря. Да и в общем, смотрите. Целая группа была обыграна. И Ломберц успел ногу подставить. Галашик. Христес. Он угла штрафной. Хотя нет, смотрите. В пользу Зенита Свисту. Подача. Ну! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Аргентина. Ямайка. Эх, только в этом матче Ямайка победила. Куда ж ты пробил, дорогой? Да. 15-й. Мисимович. Вновь 10-й номер. Мисимович. Опасный момент! Закрыл. Закрыл Ким ворота. Молодец. Браво, Джин. Ким Джин. Смотрите, как Саенко уходит. Но вот Ким закрыл ворота. Мяч залетел в пустые ворота. Преимущество своего поля. Надо быть активней. Сегодня надо решать. Аршавин. Правильно расположился. Обыграл защитника. Пас. Ну, погребняк! Ну, зачем со всей силы? Ну, щечкой. Внутренней стороной стопы. В уголок. Такой пас сейчас Аршавин сдал. Точно. Великолепный. Смотрите, пожалуйста. Ну, зачем? Зачем наотнош? Мисимович. Ой, как Тимощук. Великолепно, Анатолий. Аплодисменты. Зырянов пробивал. А если бы повыше, то да, вот парашютик. Ламберс попросил, чтобы его заменили. Мисимович с мячом. Мисимович. Удар! Это уже опасный голевой момент. Тем. Широн. Низко. Но мяч туда. На дальнюю штангу улетел. Тимощук. Зырянов. Здорово сыграл сейчас на перехвате. Аршавин. Справа Зырянов. Зырянов штрафной. Пас низом. Ну! Ну, наконец-то! Именно правой ногой забивает по гребням. Правильно бутсы-то поменял. 1-1. 76-я минута. 1-1. Ну и Зырянов. Вы знаете, сегодня не такой брак. И у Аршавина, и у Зырянова. Но все-таки вот где-то сработало. Посмотрите, Аршавин пас направо Зырянов. Все-таки вот это плеймейкеры российского футбола. Зырянов и Аршавин. И они сотворили вот эту голевую комбинацию. Ну и наконец погребняк подстать им правой ногой. Правда, не удержался на ногах. Упал все. Но забил. На противоходе получилось. Вратак, ты убегал без этого угла. 17-й гол в сезоне погребняка. Ну, теперь нужен 18-й. Паша, 1-1. Доминго с мячом. Погребняк. Молодец, Павел. Вот это борьба. Выигрывает ее. Аршавин пас. Ну, надо забить. Вне игры нет. Гол. Алексей Ионов. Смотрите, как уставший какой Зориан. 2-1. 2-1. А ведь это второй гол Ионову в Кубке УЕФА. Он в Словакии забил. А здесь посмотрите, какой молодец погребняк. Да, офсайда нет. Офсайда нет. И молодец Ионов. Он не стал одним касанием. Остановил мяч. И аккуратненько. Ну, в таких случаях, говорят, угадал тренер замены. А? Как вовремя Ионову выпустил. А здесь погребняк продавил. Ну, и Аршавин хорош. Подтвердил свой высочайший класс распасовщика. Радимов готовится войти в игру. Вот он, 57-й. Тюк. И уже кураж. Кураж у Зенита. И уже Анюков врывается в штрафную площадку. Пас. Ах, вратарь, вратарь, вратарю аплодисменты. Ах, погребняку он был немножко сзади. Но вратарь в падении сейчас здорово сыграл. Как начал Зенит играть. Какой же красивый футбол. Низом с флангер, слева, справа. Играет против команды Бундеслиги. Пусть она сейчас в нижней части своей турнирной таблицы, но это обладатель Кубка Бундеслиги. Потенциально футболисты. Бирюков в 84-м году как лучший вратарь получил приз журнала Огонек. И в этом году Малафеев получил лучший приз лучшего вратаря от журнала Огонек. Чентафальский! Выбит мяч! Выбит мяч! Нет защиты. Ну что же там произошло? Ну что ты будешь делать, а? Неужели Бенко? Ну смотрим. Да, не дотянулся до мяча вратарь. Хорват Бенко 24 года. Первое касание по мячу в матче. Да, еще 2-2. Ну что? Аршавин уходит от опекуна, вошел в штрафную. Еще одного. Удар! Мяч попадает в штамбу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Здорово. Все правильно делал. Смотрите, двоих обыграл и попадает в штанг. Бил в ближний угол. В общем-то, наверное, правильный делал. Потому что ближний угол был открыт. Вот еще раз, смотрите. в дальний там были защитники, да, не повезло. Это настоящий европейский футбол. С атаками, с голами.